Финансирование адресной инвест-программы, выплаты на детей от 3 до 7 лет, поддержка хлебопекарной промышленности, дотации муниципалитетам с положительной демографической ситуацией и ряд других вопросов были рассмотрены на заседании регионального правительства. Подробнее, куда и какое будет направлено финансирование, расскажем в следующем материале. Одним из ключевых вопросов повестки дня на заседании регионального правительства стало внесение изменений в адресную инвестиционную программу региона. Так было принято решение выделить дополнительно еще 2 миллиарда рублей на реализацию ряда проектов. В первую очередь это касается объектов здравоохранения и инфраструктуры. Это областная детско-клиническая больница, которая сейчас у нас строится. Это 4 поликлиники, город Кимры 2, город Торжок 1 и город Тверь 1. В городе Беженске строится новая высокотехнологичная больница, которая, как мы планируем, должна быть готова в течение 2,5 лет. И, соответственно, дороги в муниципальных образованиях, это 10 муниципалитетов. Это грибная база на Волге в городе Твери, грибная база на реке Тверца. Средства будут направлены также на объекты культуры в муниципалитетах и сельской местности. Тверской области удалось сэкономить почти 600 миллионов рублей на обслуживание государственного долга, отдать коммерческие кредиты. Благодаря этим средствам можно будет финансировать программы развития региона. В этом году планируется начать строительство парка «Россия. Моя история» в областной столице, а также возведение ряда других абсолютно новых социальных объектов в ближайшие годы в регионе. Еще одна важная тема, которой было уделено особое внимание – выплаты на детей от 3 до 7 лет. Выплаты будут производиться автоматически, без подачи заявлений и без сбора бесконечных справок, что сэкономит время и нервы родителей. Теперь мамам и папам не придется бегать по инстанциям собирать бесконечные справки. Соцзащита, Минсемьи в лице нашего центра «Тверская семья» будет собирать автоматически, дистанционно, самостоятельно с органами государственной власти, в том числе и с федеральных, все необходимые справки, данные, обрабатывать их и уже разгрузить таким образом тех, кто претендует на выплаты и даст им больше возможности заниматься детьми. Напомним, что выплаты положены семьям, где общий душевой доход не превышает прошиточный минимум. Это родители, в собственности которых менее двух автомобилей, и общая жилая площадь не превышает 24 квадратных метра на человека в квартире и 40 метров квадратных, если это дом. Как подчеркнул губернатор, процедура подачи документов не должна занимать большое количество времени. Также на заседании правительства шла речь о поддержке хлебопекарного производства, которое обеспечивает регионы налоговые сборы и рабочие места. Не обойдут вниманием и муниципальные образования Тверской области, у которых складывается положительная демографическая ситуация. На эти цели будут выделяться 20 миллионов рублей.